Ну что ж, всем привет, с вами я, Заза. Мы опять же проходим GTA Liberty City Stories и вновь эта миссия за Сальваторо, только теперь эта миссия называется Frightiness. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь происходит. Нам показали закат или рассвет. Он спрашивает, Тони, как ты? Ты что-то там выглядишь не очень хорошо. Он отвечает, что, типа, я себя нормально чувствую. В общем, опять жалуется на тех чуваков, которые мешают ему. Спрашивает, типа, знаешь, о чем я говорю? А, говорит тебе, знаешь, о чем я говорю. Итак, надо испугать больших боссов, я так понимаю, да? Биг шутс каких-то. Ну да, чтобы они... А, чтобы они увидели. Получили картину о том, кто такой Леоне. Сальваторо Леоне, который главарь просто здесь, можно так сказать. Ну что ж, давайте. Эта миссия, опять же, по моим воспоминаниям, должна быть очень простой. Я со своим незнанием английского в детстве долго думал, почему я ее проваливаю. Вот красные метки их, значит, уничтожить. А здесь все немного по-другому. Их надо не уничтожить, а испугать. А это очень большая разница. И он, козел, поехал сверху, когда я думал, что он едет снизу. Ну ладно. Итак, как это можно сделать? Очень большая ошибка это сейчас врезаться в его машину. Потому что если мы врежемся, то он начнет от нас уезжать и ни на светофорах, ни на чем не будет останавливаться. Если мы ему переглядим путь, то он остановится. А это нам и нужно. Итак, просто бьем его. Не обязательно дубинкой, можно кулаками. Но помните, нельзя его убивать. Все. Он испугался уже даже, да? Можно было даже, наверное, не бить. Потому что он уже как бы боится нас. И нам говорят, найдите еще кого-нибудь босса, чтобы навести на него страх. Поэтому едем ко второй метке. Опять же, к любой. И вновь повторяем все то же самое. Как бы главная схема это какая? Не врезаться в них. И тогда все будет просто. Просто если вы врежетесь, то вам придется гоняться за ним, стрелять по нему. Либо настолько сильно толкать, чтобы он сам вышел. Чтобы машина уже почти уничтожена была. Либо пытаться переградить путь так, чтобы он даже при всем желании не мог выехать. В общем, в принципе, возможно. Но так очень сложно. Можно вообще просто ехать так вот до светофоров и ждать, пока он остановится. Все, как видите, то же самое. На светофорах он ведет себя нормально. Блин. Все. Странно. Обычно они у меня нападали на меня. И даже стрелял, по-моему, один из них. А сейчас что-то они вообще сразу убегают. Но не страшно. Мне же проще. Значит, я быстрее пройду эту легкую миссию. И думаю, вы тоже ее пройдете очень и очень быстро. Потому что, ну, миссии Портланда, мягко говоря, ну, если уж, конечно, не все, то многие очень даже простые. Итак, на очередном светофоре стоит наш очередной босс. И, насколько я помню, даже можно... А, ну вот. Вот он начинает стрелять. Ну, ладно. Насколько я помню, можно даже одного из них случайно. В кавычках, конечно же, убить. И тогда миссия все равно будет проявлена. Итак, нам дали костюм этого Эвник Ангела. И теперь у нас открылась подмиссия, ну, которая так же и называется, Эвник Ангел. Которая в Портлэнде. То есть, эта подмиссия вообще делится как бы на три части. Ее надо проходить и в Портлэнде, и в Стаунтоне, и даже в Сауссайд Уэйли. И поэтому следующее видео вполне возможно... Я имею в виду прохождение... У ГТА или Сити Стормс, конечно же. Вполне возможно будет именно прохождение этой подмиссии. Но, возможно, я все-таки буду пока продолжать проходить миссии. Все будет зависеть от, опять же, количества свободного времени. А его, к сожалению, перед сессией не очень-то и много. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока!